Девушки отдыхают Всех убивали Это дух леса Мстит тем, кто хотел его погибели И насылает на людей безумие Геральт Хорошо, что ты пришел А то мне с ними никакого сладу Надо будет их кнутом проучить А то... Господин То же самое И они говорили об этой Маре Что злой дух леса Кто говорил? Охотники За колдуньями Только что здесь были В деревушку на болотах собрались И девка с ними ехала Про мать Выспрашивала Девушка Геральт, едем туда Сейчас же Согласен Сейчас я людей соберу Собирайтесь Пойдем на болото На ведьм охотиться Ёбаный топи Дух тут тяжелый Вот у крестьян мозги гниют Ведьма, сука Вот че только холопы не придумают Скоро ты сам убедишься Что ведьмы существуют О да Сидят какие-нибудь старухи безумные Да людям головы морочат А Анна с ними осталась Потому что сердце у нее мягкое Она всегда добрая была Да 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 Сидят 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают. Вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Твой отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его сторону? Истинно говорю вам. Гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это вы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит ты с ними теперь? Может еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял пятерых людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню! А-а-а-а! Нет. Эй, сюда! Оттерла все. Эй, давай-ка назад. Грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама! Вот и ты! Свежий! Как цветочек. Бей меня! Вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий. Жалься! Жалься! Я просила! Молила! Мама! Это я! Ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто дотру. Мама! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Они убьют меня. И вас. Семь. Порубим тебя берется. А мы с вами петчем. Прекрасное сердце. Телеско-листыно. Аж слюнки пекут. Порубим тебя, юноша. Отлично, лидим тупчик. Угу. Что это было? Похоже, бес. Ведьма нас почуяли. И послали его за Анной. Проклятые ведьмы. Мало они нам зла причинили. Хватит. Я забираю ее. Это моя жена. И она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна. Слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Аксенфурт? Ты убьешь ее. Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики. На обед будут. Куличики. Ничего она сейчас не решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей. Прошу тебя. Прежде всего, ее надо отсюда забрать. Ведьмы уже знают, что мы за ней пришли и могут прислать кого-нибудь пострашнее беса. Я не двинусь с места, пока ты не скажешь, что сможешь ее расколдовать. Боюсь, это не злые чары. А что же? Она слишком много вынесла. Потери ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм, забота о детях, которые теперь пропали. Все это оставила на ней след. То есть, ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар вручевания. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательство перед церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернешься со мной в Оксинфурд. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь, что он с ней делал. Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнем. Не бойся. Все будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря. А когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ. Не важно, кто дает заказ. Важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи. Только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что Ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, Ведьмак. Несмотря ни на что. Да хранит и направит тебя Вечный Огонь. Спасибо. Прощайте. Хорошо, что ты отпустила ее с отцом. Я не уверена. Мы больше ничего не могли сделать. Ведьмак тоже. Если кто ей поможет, то какой-нибудь ученый-стариц. Наверное, ты прав. Ведьмак. Сейчас. Мне надо собраться с мыслью. Был тяжелый день. После боя всем нужно... В вечном огне сгорят наши религии. Так точно. Еще день просрали. Ведьмак. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... 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 Ты мне не нравишься, ведьмак. Не приближайся. Нечего тебе здесь делать, Вадгерн. Зачем вам столько коней? Собираетесь устроить атаку легкой кавалерии прямо на лагерь Родовида? Нам нужно раненых перевозить. Ага. Должны быть, окрестные селяне запросили за них слишком много. Если бы у нас хватало денег купить коней, мы бы не голодали. Одна из этих лошадей вернется к хозяину. Ты так уверен? Что же ты, перебьешь остатки нашего отряда ради одной старой кобылы? Нет, я заплачу за эту лошадь. Остальные меня не интересуют. А зачем тебе именно это? Я заключил договор с хозяином этой лошади. Стараюсь держать слово. Раз так, забирай. Но чтобы мы тебя тут больше не видели. Если у тебя на нас заказ, ты просто подожди немного. Мы сами сдохнем. Я за тобой наблюдаю. Как дела, ребята? За это я тебя убью. Только которая кобыла? А, может и без разницы. Ну что там, господин? Это твоя кобыла? Она самая. Я бы ее всюду узнал. Ну, попрыгушка, теперь-то ты долго будешь объясняться. Где ж ты шлялась, а? А вот и вам, господин. Как договаривались. Благодарю. Прощай. Ну, пах比較. От맛 по-схriminiş. Зачем? Парча. Парча. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...